Как выглядит счастливый человек? Кто такой счастливый человек, как он выглядит? Посмотрите сюда. Я совершенно счастлив, потому что счастье — это удовлетворение от своей деятельности. Вот мы занимаемся нашей забастовкой избирателей, и она работает, и это очень круто. Это делает меня действительно, на самом деле, счастливым, и делает счастливым весь наш штаб. Ведь что происходило на этой неделе? Все политические новости, которые были на этой неделе, они касались того, как эти власти во всех видах пытаются затащить людей на выборах. Ну, еще мы обсуждали о голых танцующих, не совсем голых, а немножко голых ульяновских студентов. Молодцы и прекрасно станцевали. Они, наверное, тоже будут участвовать в забастовке избирателей, судя по тому, что их начала за этот танец проверять прокуратура. Но за исключением голых студентов все новости так или иначе касалось. То есть, новых изобретений, как же заставить людей на выборах. Объявлено, что будут проводиться одновременно с выборами какие-то конкурсы на благоустройство. Типа, придите на выборы для того, чтобы не только переизбрать Путина, но и проголосовать за какой-то вот этот, как он называется, грибочек, какого цвета будет у вас во дворе. Школьные референдумы и так далее, и так далее. Конечно, мой фаворит на этой неделе – это город Екатеринбург, где было заявлено о том, что с ледовой горки бесплатно смогут съехать те, кто за выборы, за участие в выборах, и кто говорит специальный пароль «Я за выборы». Это, конечно, потрясающая совершенно вещь. Ну, то есть, вот очень-очень классно у нас все работает. И мы видим, что власть выбрала такую вот интересную тактику. С одной стороны, она сейчас очень активно борется с нашей забастовкой избирателей. С другой стороны, она не в состоянии, наверное, противостоять массовости нашего движения, потому что удивительная вещь случилась с акцией 28 января. Я сразу с этого начну, потому что это самое главное, о чем сейчас нужно говорить. В первые дни, когда мы заявили о том, что будет акция, значит, нам сказали, ничего не получится. В первые дни, когда мы начали подавать заявки, нам сказали, значит, отказы, везде отказы, начали выносить отказы. В Хабаровске даже посадили на 15 суток нашего координатора спустя два часа после того, как он принес эту заявку. Просто того, чтобы заявку подал, сразу отвезли в суд, посадили на 15 суток. Но сейчас, видимо, концепция изменилась, и я уж не знаю, что они там решили. Это нам какие-то кремлинологи и политологи расскажут. Может быть, они не хотят картинки с какими-то массовыми задержаниями или еще с чем-то накануне президентских выборов, потому что поняли, что люди все равно выйдут на акцию протеста. Нам массово все разрешают и согласовывать. У нас сейчас больше 90 городов участвует, и почти везде согласовали акции. Согласовали в таких городах, что наши юристы отказываются верить. В Сочи. Никогда в жизни там нам ничего не согласовали. Мы можем все поехать на митинг в Сочи. Прекрасное место. В Ростове-на-Дону. То есть в каких-то таких городах, где в Казани согласовали акцию, вообще ничего не согласовали. Потрясающая совершенно вещь. Есть несколько таких особенно упоротых городов. Уфа, Архангельск, Рязань, Мурманск. Но эти отказы, которые там были, они были на первой стадии. Я думаю, что, может быть, они сейчас еще переиграют и что-то согласуют нам. Москва и Питер, как обычно, власти выпендриваются. Вот в Москве нам заявили о том, что мы должны идти в Щукино. Наш ответ очень простой. Мы бы, может быть, были бы и рады, но как же мы можем пойти на такие незаконные действия? Ведь люди имеют право митинговать там, где они подавали заявку. У нас уведомительный порядок. Поэтому я совершенно четко могу сказать, что в Москве, как и в Санкт-Петербурге, где тоже, видимо, местные власти будут что-то придумывать там такое, акции состоятся в полном соответствии с законом и заявкой. Вот это наша формула. Чтобы они не арестовали меня прямо из этой студии за то, что я к чему-то там призываю, я говорю, что акция состоится и в полном соответствии с законом. Поэтому, ребята, 28 января не планируйте никаких дел, участвуйте. Это будут согласованные акции, и в них очень важно прийти, потому что Кремль, ну, тоже же не дураки. Они думают, что с нами поборется Дедушка Мороз. 28 января в России такая не очень теплая дата, тем более, что мы во всех городах проводим, там, в Якутске. Я уж, мне сложно даже подумать, сколько будет градусов ниже нуля в Якутске, но все равно нужно идти. Нет ничего более важного с политической точки зрения. Вот ничего. Вы не можете написать что-то важное, не можете сказать что-то важное, не можете сделать что-то важное. Никто не может. Ни я, ни вы. Ничего более важного, чем физически присутствовать на акции 28.01. Потому что это главный механизм давления на власть во всех странах, во всех городах, во все времена. Самое главное, главный способ давления, самый главный способ выражения недовольства, самый главный способ агитации людей вокруг. Мы же ведем забастовку избирателей. В рамках этой забастовки мы призываем всех остальных не участвовать, агитировать против, но наблюдать за выборами. Вот с точки зрения достижения наших политических целей, ничего более важного мы не можем сделать. В описании к этому эфиру найдите ссылку, зарегистрируйтесь и идите в своем городе обязательно. Судя по всему, вполне мы себе спокойно и прекрасно попентингуем, скажем все, что хотели сказать, увидим друг друга и без всяких задержаний разойдемся. Но даже если задержания были, были, будут, ничего это абсолютно не меняет. Мы должны идти, иначе ничего у нас не получится. Одновременно с этим совсем. Оцените хитрые стратегии. Ну, они вынуждены согласовать нам эти митинги, начинать согласовать, иначе снова там получатся какие-то задержания и разгоны по всей стране. Но мы почувствовали просто резкое усиление прессинга на все наши штабы. И вот прямо сейчас в Санкт-Петербурге, я так понимаю, продолжается еще обыск в нашем штабе, вот уже в части изъятия материалов. Да просто пришли какие-то люди со словами, а к нам поступил сигнал о том, что у вас здесь что-то происходит незаконное. И вот в рамках проверки этого сигнала они, значит, выгнали всех из штаба, кроме координатора, а сейчас они просто изымают все. Ноутбуки, принтеры, какие-то личные вещи, листовки, ну, то есть все, что можно забрать, ну, грабят, совершили налет. Санкт-Петербургская милиция совершила налет на наш штаб. Очень короткое видео из нашего питерского штаба. К началу осмотра, оперативные сотрудники, прошу, к началу осмотра, чтобы обеспечить сохранность, в принципе, всех лишних людей можно будет попросить удалиться. Оставить только лицо, которое у нас есть. Оперативники слышали? Вот у нас было два обыска уже, два обыска в Великом Новгороде, обыск в Чебоксарах, обыск в Пензе, сейчас обыск в Питере, и мы понимаем, что они будут это делать дальше и дальше и дальше. По очень любопытной такой схеме все это происходит, они когда первым делом заходят, они начинают заклеивать камеры. Мы оборудовали камерами все наши штабы для того, чтобы какие-то, вот вы видите сейчас, это видео из Чебоксаров. Как только они заходят, какой-то оперативник, вот тот вот в углу чувачок в гражданке, видимо центр Э, у него пластырь на готове, и он с пластырем ходит и заклеивает камеру. Вот он увидел еще одну камеру, идет, 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 делает вид, что идет не к ней, а потом, хопа, и ничего не видно. И вот по этой схеме происходят все обыски, они абсолютно, конечно, незаконные, ну как можно просто прийти в чью-то организацию. Представьте, вы работаете где-то, юридическое лицо, это не жилище, ваш офис, и туда приходят какие-то полицейские, говорят, слушайте, ну к нам поступил сигнал. У вас здесь экстремизм, или у вас листовка Навального. Ваш конкурент позвонил и сказал, алло, у них по такому-то листовки Навального. Туда приходят и просто начинают взымать компьютеры. Что случится с вашим бизнесом? Ну, естественно, ваш бизнес закроется моментально. Вот это то, что происходит сейчас в стране, это то, что вообще они заявят нам, по закону можно делать. Но возникает вопрос, нужен ли вообще нам закон, нужна ли такая полиция, нужна ли такая судебная система, которая разрешает. Ну, это ужасно бесит и ужасно злит. Конечно, мы не несем материальные потери. Конечно, мы будем к вам обращаться, чтобы вы заходили на сайт Навальный 2018 в раздел «Донейт» и отправляли снова деньги для того, чтобы мы продолжали всю эту деятельность. Но, с другой стороны, ну реально счастье. Классно же, это все работает. Даже наша вот эта листовочная компания, над которой многие любят смеяться, потому что, знаете, кажется, это какое-то ненастоящее. Ну, делают листовки, в описаниях размещают их, в описании к этому эфиру тоже есть листовка, можете ее распечатать. И это все какая-то ненастоящая агитация. Это настоящая агитация. Вот смотрите, в Дальневосточном университете, в общежитии к студентам пришли, потому что был сигнал. Вот эти студенты распространяют листовки. Кстати говоря, студенты оказались нормальные, такого не робкого десятка. Они позвонили юристу в штаб наш и спросили, а что делать? А юристам сказал, ну, вы пошлите подальше этих милиционеров. Они послали их, отвезли в отделение, ну и отпустили. А что можно сделать с этими людьми? Это абсолютно легальная деятельность. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь этим. И я сейчас вот короткий кусочек замечательного видео, который снял один из агитаторов в Нижнем Новгороде, о том, как он это сделает. Давайте посмотрим. 31 секунда. А вон труба какая здоровая. Труба зовет. А это Лобачевская общага. Вообще, это городок Лобачевского. А вот и местная достопримечательность. Все пройдет, в печали Путин. Все пройдет, так устроен милый. Вот, настоящее оружие агитатора. За забастовку избирателей. И, конечно, по-настоящему грандиозное удовольствие нам сегодня доставила глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Прямо было хорошо, когда мы увидели специальное заявление Центральной избирательной комиссии касательно вот этой листовки. Она им так не понравилась, что они выпустили прямо пресс-релиз, который потом процитировал государственное агентство ТАСС, что есть какие-то такие ужасные люди. Не упоминая меня и на что это мы. Это мы, Элла Панфилова, вы знаете. Это мы идем по вашим следам. Там сделали особо зловещую листовку. И это не наша листовка, мы подтверждаем. Вот, ребят, в связи с тем, что так сильно она не понравилась Центральной избирательной комиссии, отдельная ссылочка в описании к этому эфиру. Там можно скачать эту листовку. Там, в общем-то, листовку как мы сделали. Но мы сели и подумали, если бы случилось чудо, Элла Панфилова перестала бы врать, как она делает каждый день. Что бы она написала в листовке? И мы составили ее правдивой, Элла Панфилова. Здесь написано, что, уважаемые избиратели, 18 марта состоится переназначение Владимира Путина. Обязательно приходите. Мы по традиции называем это выбор. Не хотите идти на участок? Зря. У нас будут конкурсы и пирожки. Это отличная плата за то, чтобы участвовать в спектакле. Пожалуйста, приходите, наплюйте на свое будущее и делайте то, что велит начальство. Это реальная, истинная, настоящая листовка Эллы Панфилова. Поэтому распечатали ее. Повесили в своем подъезде. Сорвали, заново ее повесили. И это работает. Наслаждайтесь тем, как это работает. Вы увидите, как очень скоро побегут дворники, побегут специальные работники социальных агентств по подъездам и по домам, уговаривают людей идти на выборы. Это реакция на нашу забастовку. Идет она здорово? Может идти еще более здорово, если вы к этому подключитесь.